Ушли с незнакомцами? Нет, я сейчас не о новом сериале или новом деле алтайских следователей, я об эксперименте, который на днях проводили представители всем известного поискового отряда Лиза Алерт. Так вот, в ходе эксперимента более 40 детей, и это большая часть из тех, кто в нем участвовал, ушли с незнакомцами. Почему, несмотря на предупреждение родителей, дети уходят с их похитителями, и можно ли это предотвратить? Поговорим сегодня в студии. В гостях у нас Андрей Мамаев, региональный представитель поискового отряда Лиза Алерт в Алтайском крае, и сын моего коллеги Никита Кочетков. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Андрей, первый вопрос к вам. Летом этого года подобный нашим эксперимент проводили в Саратове. Там из 17 человек с незнакомцами ушли 15. У нас получается 43 из 54. Я думаю, что подобные цифры, наверное, и в других регионах, они вас пугают, настораживают? Настораживают и пугают, но на самом деле это статистика общепринятая по России. То есть у нас не хуже и не лучше показатели, чем в других регионах. Это свидетельствует лишь об одном, что должного внимания беседам о безопасности родители не уделяют. А дети были подготовлены или нет, которые принимали участие в эксперименте? Нет, это всё стихийно. То есть когда эксперимент, мы его задумали провести, здесь надо понимать, что некоторые родители, они своего рода решили протестировать своих детей, что в корне неправильно. Но на самом деле это потрясение, психологическое потрясение для ребёнка, когда ему уже говорят, что это эксперимент, что почему ты ушёл, тебе же говорили никуда не уходить, он, естественно, расстраивается, плачет. И мы настаиваем на том, чтобы родители хорошо осознавали, для чего это делается. То есть это кульминация должна быть. Именно вот занятие по безопасности. И мы говорим, что в определённые периоды времени, как сейчас, перед началом учебного года, ежедневные беседы должны быть с ребёнком и проигрывание этих ситуаций. А вот кто ушёл? Больше маленьких детей или подростков было среди тех, кто ушёл с незнакомцами? Это всякие. Всякие ребятишки. Ну, естественно, дети, которые постарше, у которых уже... Мы почему говорим о том, что дети младшего школьного возраста, почему им необходимо уделять внимание? Почему ребятишки, которые уже подросли, почему они такого внимания уже не требуют со стороны взрослых? Потому что у детей младшего школьного возраста, у них моменты, связанные с собственной безопасностью и с рисками для жизни и здоровья, они в голове ещё не отложились. У них опыта и знаний нет подобных. То есть малыши подвергаются наибольшей опасности, да? Конечно. Они не способны оценить опасность для себя. А дети постарше, они уже прекрасно понимают, что... Ну вот у нас в студии ребёнок постарше. Никит, были в твоей жизни случаи, когда незнакомый человек тебе предлагал уйти с ним? Я помню, у меня какая-то женщина попросила помочь. Ой, вот. Давно это было? Это было где-то два года назад, но я с ней не пошёл. А вот на какую просьбу, в принципе, на просьбу или предложение незнакомца ты бы мог откликнуться, чтобы тебя что бы просили? И кто бы мог вызвать у тебя больше доверия? Например, женщина, мужчина или твой ровесник? Ну, к моим ровесникам, конечно, больше доверия, да. Ну, вдруг они в какой-то схеме, да. Больше, наверное, доверил бы женщинам. Я бы помог, если бы, ну, например, что подобрать, если, ну, вот, да. Что значит подобрать? Ну, вдруг рассыпала монетки. Ну, ни с кем не уходить, я бы ни с кем бы не уходил. Андрей, а сколько вообще времени потребовалось незнакомцам, вот, которые участвовали в эксперименте, чтобы дети с ними ушли? И кому действительно легче уговорить ребёнка почему? Максимальное время, потребовавшееся для того, чтобы увезти ребёнка, 3 минуты. Всего? Это максимальное время. Минимальное – это, по-моему, 15 секунд. Ничего себе. Основной приём, который использовался, это «пойдём, тебя ждут твои родители». А, даже так? Да. Я встретила твою маму, она стоит в кассе в зоопарк, она попросила тебя привезти. Ребёнок даёт ладошку и всё, пошли. Понятно. А я-то думала как раз, что помочь там действительно кошечку, собачку найти или ещё что-то. Это тоже возможно. Вот то, о чём говорил Никита. Сейчас я приведу вам пример, страшный, нехороший пример. Он из другого региона. Женщина, у которой в силу продолжительной болезни погиб ребёнок, умер. У неё случились психические изменения определённые. И она чужого ребёнка попросила донести продукты до двери и забрала его себе. И вот она предположила, что это её ребёнок, и он будет жить с ней. Его искали достаточно длительное время, нашли, слава богу, всё благополучно. Но мы воспитываем своих детей в том, чтобы они были добрыми и отзывчивыми. Это хорошо. Но с другой стороны, взрослому человеку ни при каких обстоятельствах не может потребоваться помощь ребёнка. Никита, вот скажи мне, пожалуйста, родители твои проводили с тобой беседу когда-нибудь о том, что нельзя уходить с незнакомцами? Ну да, много раз, когда мне было где-то 5 лет. Это помогло тебе? Да, помогло. Ну, конечно, когда я был маленьким, я боялась незнакомцев. Да, ну потом я из этого вырос. А сколько вообще, насколько часто можно вот такие и нужно такие беседы проводить? В ежедневном режиме? В ежедневном режиме. В ежедневном режиме и периодически необходимо эти ситуации проигрывать, потому что, ну, это приедаются эти разговоры, ребёнок начинает плохо воспринимать эту информацию. Поэтому лучше это в игровой форме как-то. То есть вот мы рекомендуем, допустим, я лично, когда провожу лекции с родителями, я им рекомендую своим детям объяснять, что все взрослые плохие. Вот взрослые все, ну, они хорошие или плохие, мы не знаем на самом деле. Понимаете, когда человек идёт по улице, сейчас у Никиты вот спросим, давайте? Давайте. Никит, скажи, пожалуйста, вот как для тебя выглядит преступник? Там морщины, там, не знаю, одежда такая. В маске, что ли, обязательно? Не, не в маске. Ну, капюшон, да. Капюшон, скрывающая внешность. Вот. Ну, как-то вот странно выглядит. А мужчина или женщина это? Ну, преступник. Ну, мужчина обычно. Угу. Вот. Да. Ну, я себе не представляю, как женщины-преступники будут выглядеть. Вот. Это вот то, о чём, спасибо, Никита. О том, что сейчас Никита говорит, это называется стереотипное мышление. Понимаете? Это преступник, который у ребёнка, у любого ребёнка, такого же, как Никита и младший в голове. А 60-летняя женщина, боже, одуванчик, выглядящая, как учитель младших классов, она не преступник. А почему? Ну, просто потому, что стереотип. Она не входит в эти стереотипы. А она вот хочет украсть, а у неё что-то не в порядке там с головой, и она вот решила похитить ребёнка. Понимаете, в чём дело? Не доверяем никому. Я поняла. Никит, я знаю, что вы с папой недавно придумали какой-то ход такой, да? Благодаря которому ты можешь понять, доверять тебе этому человеку или не доверять. Вот можешь с этим поделиться? И вообще, насколько действенное это по-твоему? У папы много знакомых, да. И правда, может быть, что меня кто-то подберёт, да. Но кто знает, да, этим может преступник это использовать. Вот поэтому мы придумали способ слова, или даже два, да, которые будет человек говорить, если он правда от папы. Я вам, конечно, не скажу. Ну, хорошо, нет. Правильно. Правильно. Вот пароль помогает реально, Андрей? Да. А что ещё помогает? Ещё помогает очень простое правило. У Никиты наверняка есть мобильный телефон. Это правило, вот давайте на пароле остановимся. Когда я говорю своим неподопечным, как это правильно сказать, людям, которые беспокоятся о безопасности своих детей, как правило, это люди, присутствующие на лекции. Когда я начинаю говорить о том, что все взрослые плохие, ну или точнее мы не знаем, какие они, то есть это люди должны объяснять своим детям. И как раз пароль знают только близкие люди. Те люди, которым вы можете доверить жизнь своего ребёнка. Вот это маленький круг хороших взрослых. Понимаете? Вот они точно хорошие. И мы можем своего ребёнка им доверить. Это, кстати, очень действенная штука пароль. То есть это банда, стая, как угодно там назовите. Это вот ваша семья. Ещё пример какой-то, кроме пароля. Я поняла, что это очень действенно. Второе всё делать. Очень простое правило, которое выглядит, как вышел, позвонил, дошёл, позвонил. Если ребёнок видит, что мама вышла в магазин, и когда дошла до магазина, она отзвонилась, что дошла, всё в порядке, в этом ничего нет страшного. И ребёнок эту модель поведения принимает. И если он выходит из школы, отзвонился вам, что я вышел из школы, и вы знаете, что ему 15 минут дойти до дома. И через 15 минут он не отзвонился, вы ему перезваниваете, и он не отвечает. Это повод беспокоиться. Это сокращает время реагирования на пропажу. То есть быстрее можно найти, если что. Конечно, конечно. Когда готовилась к интервью, прочитала, что даже если ребёнок ушёл, да, и понял, что ему сейчас уже не покажут, там, ну, допустим, там, белочку, или там, зайчика того же, или котёнка, он не пытается убежать. Почему? И стоит ли ему пробовать бежать? Стоит в этот момент, когда ребёнок понял, что его увели. Можно делать всё. Это надо объяснять взрослым своим детям, что если ты будешь, если ты возьмёшь кирпич, кинешь в витрину магазина, ничего за это не будет. Или в окно проезжающей машины. И кричать нужно не пожар, как многие родители там рекомендуют, потому что, ну, большинство прохожих это воспримет как шалость. Самые действенные слова это «отойдите, я вас не знаю». Поверьте, на это очень охотно сейчас наши граждане реагируют, ну, на подобный посыл. Ну, сказанный громко, наверное, да, как-то. Дети стесняются, во-первых. Мы рекомендуем учить детей кричать. Кричать, чтобы они не стеснялись. Вот прям вывозить, когда нам родители говорят, да, что, да, вы знаете, как он дома орёт. Я говорю, вот дети дома, вот в этом, кстати, основная суть проблемы. Что ребёнок рядом с вами и ребёнок в ваше отсутствие – это два разных человека. И чем лучше вы будете знать того второго, который без вас, тем лучше у вас будет коммуникация в плане безопасности. Когда планируете очередной эксперимент? 7 сентября на День города. На площади мира будет площадка нашего отряда. И там мы попробуем, но попробуем маленько в другом формате. То есть мы сделали выводы, и всё-таки мы проинструктируем родителей. Не нужно тестировать своих детей. Это для них тяжело. А вообще, благодаря таким экспериментам, статистику получается снизить по пропавшим детям? По пропавшим детям получится снизить статистику только в том случае, когда родители детей в нашем обществе начнут больше времени уделять детям. Сейчас основная проблема в том, что родителям как можно быстрее необходимо, чтобы ребёнок повзрослел. Чтобы он принимал решения в 6 лет, чтобы он в 7 лет мог себе покушать, приготовить и дома один остаться. Потому что у родителей дела, они бегут. И ребёнок 7 лет, ему родители всячески создают условия для того, чтобы он уже почувствовал себя во взрослой жизни. Соответственно, в 8 лет он принимает самостоятельное решение жить отдельно, и как дядя Фёдор в Простоквашино вперёд. А родители удивляются, почему это происходит. Вы ему создали такие условия, дорогие взрослые. Я поняла, главное, всё-таки ответственность ложится на родителей. Ни на кого более. Ни на кого более. Дети всё-таки должны тоже прислушиваться и как-то договариваться, да? Спасибо, Никита. Спасибо, Андрей. Я напомню, что мы сегодня говорили с Андреем Мамаевым, региональным представителем поискового отряза «Лиза Алерт» в Алтайском крае, и Никитой Кочетковым. Субтитры подогнал «Симон»